приветствую всех как вы заметили видео на моем канале последнее время выходит реже чем обычно у меня сейчас совсем мало свободного времени и поэтому чтобы совсем не оставлять вас без новых видео я решил так сказать совместить приятное с полезным а точнее записать для вас очередное видео скажем так пользоваться служебным положением а теперь перейдем к сути примерно год назад я на своем канале показывал видео с канала австралийского пилота волфий 6020 он там проводил эксперимент с весами на разных широтах эксперимент показал то что он должен был показать при взвешивании одного и того же груза на разных широтах весы покажут разные значения это объясняется вращением шарообразной земли я не буду вас грузить теории и формулами это все есть в том видео расскажу только в общий смысл на любое тело на поверхности земли действует две силы гравитационное притяжение и центробежная сила на полюсах центробежная сила равна нулю на экваторе она максимально и направлена в сторону противоположную действию гравитации суммарно они дают ту силу который притягивает нас к поверхности это приводит к тому что на экваторе на тело действует меньшие силы тяжести чем на полюсах насколько меньше примерно на половину процента для того чтобы понять откуда взялась эта цифра достаточно знаний школьного курса физики поэтому не будем задерживаться на этом для тех кто забыл или не осилил школьную физику пишите в комментариях помогу разобраться итак мы имеем разницу полпроцента для других широт будет какое-то промежуточное значение все это выражается в том что на каждой широте свое ускорение свободного падения а значит и весы с одним и тем же грузом покажут разное значение и это может проверить любой желающий и по случайному совпадению я и есть тот самый желающий да и к тому же в том видео были вопросы по этой теме что-то вроде а почему ты сам не повторил эксперимент и так далее итак специально для вас повторяю эксперимент сначала расскажу об инструментах главное конечно же это весы я взял вот такие примерно такими пользуются ювелиры диапазон до 200 грамм точность одна сотая грамма такой чувствительности достаточно для эксперимента хотя можно было взять и более точные гири массой 50 грамм входит в комплект весов и служит для калибровки а также пузырьковый уровень с точностью пять тысячных такая точность позволяет определять отклонение вплоть до 1 четвертой градуса это мое личное дополнение к эксперименту поскольку даже небольшой наклон весов может исказить показания можете посмотреть как это выглядит ну еще одно дополнение по сравнению с оригинальным экспериментом я подумал что для более наглядных результатов нужна более значительная разница по широте чем видео волфи поэтому взвешивание будет производиться сначала в санкт-петербурге на широте около 60 градусов затем в гонконге на широте примерно 22 градуса северной широты для начала определимся с тем что нам говорит официальная наука и практические данные ускорение свободного падения можно вычислить с помощью закона всемирного тяготения только если будете считать не забудьте что экваториальный и полярный радиусы немного отличаются центробежную силу можно вычислить по этой формуле а затем сложить эти силы и получить значение ускорения для любой широты или воспользоваться готовой формулой или даже онлайн калькулятором или даже готовыми значениями для любых городов в итоге посчитав все это я получил вот такие значения ускорения свободного падения возможно у вас получится чуть другие в итоге весы показывающие санкт-петербурге ровно 50 грамм на широте гонконга должны будут показать вот такое значение можете сами пересчитать если сомневаетесь ну а теперь перейдем от теории к практике и так я нахожусь в аэропорту пулково и приступаю к взвешиванию сначала уровень отклонение минимальное весы показывают ровно 50 грамм поскольку они откалиброваны для этой широты концу этого же дня я телепортируюсь в аэропорт гонконга специально делаю эти кадры чтобы у вас не было сомнений что я нахожусь именно в том месте можете проверить координаты теперь приступаем к взвешиванию не обращайте внимание на обстановку просто это оказалось самое удобное место координаты вы видите на экране снова проверяем весы по уровню отклонение минимальное деле как вы видите все та же а теперь внимание на табло вы видите все своими глазами напомню вам сколько должно было получиться по расчетам все сходится в пределах точности и погрешности комментарии как говорится излишне официальная форма земли и ее вращение снова подтверждены экспериментально ну а этот кадр просто для того чтобы вы не сомневались насчет места проведения эксперимента знаю что сомневающиеся в правдивости эксперимента все равно останутся фанатики есть фанатики что с ним взять для них скажу отдельно я готов повторить эксперимент при свидетелях в том числе с вашим участием если вас и это не устраивает я предлагаю и не первый раз кстати повторить эксперимент лично эксперимент несложный как видите такие весы стоят недорого и за граниту для этого лететь не нужно страна у нас большая есть где разгуляться так что отговорки не принимаются кстати с прошлого предложения прошел год и никто из этих фанатиков эксперимент так и не повторил наверное я догадываюсь почему на этом я прощаюсь с вами всем спасибо за просмотр и всего вам доброго